Добрый день, уважаемые эксперты. Я Сазонов Константин, день 9 класса. Тема работы. Изготовление кузких ножей в Севернеколымском углу. Цель. Исследовать изготовление ножей в условиях сельской местности. Актуальность. В современном мире взрывается, стирается граница национального самосознания. Уходит в прошлое хозяйственный вклад северян. Проблема. В недооценке и непонимании ценностей национальных традиций и промыслов. Ипотеза. Наши изделия могут иметь будущее возрождение самобытности хозяйственных вклад северян. Новизна моей работы. В описании использования самодельных ножей в Якутов Крайнего Севера. После изучения источников о применении якутами вежелеза до прихода русских ногами. Исследование источников, анализ информации о кузких ножах и в ходе анкеты интервью определил огромную значимость кустарной изделии и хозяйственной жизни северян. В практической части составил технологию изготовления ножей самодельным способом путем сравнительных экспериментов готовых и самодельных ножей. Выделил значимость качественной самодельной якутских ножей. Составил методом кустарное производство якутских ножей в Севернеколымском области. В презентации умерших Севернеколымского области 13 человек. Я уверен, что результаты исследования могут быть интересны для умельцев в Крайведов. Практической части путем наблюдения общения умельцами Иннокуром Николаем Егоровичем и Кондаком Данилом составил технологию изготовления ножа кустарным способом. В ходе работы выявил на границе становения смогутные носители, творческие личности, народные умельцы и их работы. Сложный технологический прогресс изготовления ножей предполагает владение многими техническими приемами, навыками, отсюда универсальность мастер-изготовителя. По качеству наших ножей могли бы конкурировать с красивыми, на первый взгляд, магазинными ножами. Планируемый результат – описание сравнения технологии умельцев в Севернеколымском области. В заключение хочу показать вам нож моего прапрадедушки, Лаптева Василия Спидотовича. Он был на семейной традиции. Этого ножа около ста лет, и он передается по мужской линии. Он выглядит неплохо, но мы пользуемся ним до сих пор. Кстати, история ножа прапрадедушки стала причиной выбора исследования. Мы живем в постиндустриальном, быстро меняющемся мире. Вещи и предметы, которыми люди пользовались вчера, сегодня теряют свою знать масть. Условие глобализации, возрождение и развитие самобытной культуры, прикладное искусство может сохраниться в том случае, если мы сохраним промысле и традиции своего народа. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok